Открылась выставка, посвященная Тамаре Шакрыл. Символично, что с фотографиями из архива выдающейся семьи Шакрыл можно будет познакомиться под крышей главного хранилища истории страны – Абхазского государственного музея. Ведь известно, что сама Тамара Платоновна, ее отец, дядя и другие родственники навсегда останутся в памяти людей, как одни из тех, кто боролся за историческую справедливость на Абхазской земле. О том, что жизнь Тамары Шакрыл была пропитана любовью к родному народу и своему языку отчетливо прослеживается в ее научных исканиях, где большое внимание уделяется исследованию абхазского языка. Идея создания выставки, ставшей интересной для представителей всех возрастов общества, принадлежит Аиде Хонеле. Я как-то общалась со своими однокурсниками, люди читающие, образованные, вроде как они такие патриотичные, стала говорить о том, что приближается юбилей Тамары Платоновны, и просто задала вопрос, а что они о ней знают? Они сказали, что, ну, знаем, что она писала письмо Сталину и погибла в 2004 году. А знаете, кто ее отец? А что за семья? И они ничего не могли мне ответить, и это меня сподвигло расширить, то есть отойти, собственно, от главной темы немножечко и взять более масштабный проект, взять всю семью, потому что каждый член этой семьи на своем месте – просветитель. Как говорят многочисленные посетители выставки, в этих фотографиях читается вся история нашей страны. На некоторых из них можно видеть еще совсем юную Тамару Шакрыл, рядом с близкими, и вот уже немного выше другое фото. Здесь Тамара Платоновна с увлечением занимается любимой работой. Все эти предметы с любовью хранились в семье много лет. Племянница Тамары Шакрыл Галия Акалимова не скрывает эмоций, вспоминая слова тети. Они открыто говорили о том, что их волновало, что волновало их народ. Но мы очень благодарны нашим родителям, которые, несмотря ни на что, несмотря на ту оккупацию, в которой был Сухум, они оставались в нем. Потому что, как говорила Тамара Платоновна, кто встретит наших мальчиков, когда они зайдут в освобожденную Сухуму. Сегодня здесь многие – родственники, коллеги, представители младшего поколения семьи Шакрыл. Еще раз отдать дань памяти пришли и руководители страны во главе с президентом республики Раулем Хаджимба. Раулем Хаджимба Преподаватель Абхазского государственного университета Диана Дбар с большой скорбью рассказывает о том дне, когда погибла Тамара Платоновна, ведь именно она была рядом с ней в последние минуты жизни. Мы были вместе в тот ужасный день, и мне довелось сопровождать ее раненую в городскую больницу. Последний человек, с которым общалась она, была я. У меня очень большая печаль при воспоминании вот этих событий. Выставка актуальна еще и тем, что собрание этих фотографий несет в себе большую ценность в качестве культурного наследия, отмечают посетители. Здесь очень много людей, которые сыграли большую роль в формировании культурного общества абхазского. И хочется отметить, что здесь очень интересные моменты из жизни, из истории нашей республики. Теперь, когда проделана серьезная работа, все фотографии семейства Шакрыл собраны вместе, необходимо создать альбом, говорят организаторы.